запах здесь хуже чем в туалете потому что здесь находятся больные инвалиды вот это вот называется санузел один кран на 350 человек а может даже и больше туалет вообще находится на улице который невозможно зайти режет глаза вот в таких условиях мы живем на полу в сраче санитария полная вчера сюда вывезли человека с туберкулезом 5 мая эти шокирующие видео в своем телеграм-канале опубликовал советник мэра мариуполя пётр андрющенко герой ролика показал и рассказал что происходит в так называемых фильтрационных лагерях которые российская армия организовала на оккупированных украинских землях конкретно этот лагерь находится в школе села безымянное андрющенко написал что около четырех недель назад в населенные пункты новоазовского района безымянное казацкое для фильтрации свезли около 2000 мужчин русские освободители освободили людей от нормальной еды кормят буквально баландой от возможности сходить в душ или нормальный туалет поспать на кровати они на полу и многих других потребностей медицинская помощь не оказывается среди людей в школе безымянного зафиксирован первый случай туберкулеза из-за чего спортзал школы превратили в изолятор в котором закрыто без медицинского присмотра большое количество людей в селе казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь дважды в день утром и в 9 вечера в случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и вдаваться к расстрелу других задержанных впрочем лагеря безымянного и казацкого это отели пять звезд по сравнению с теми заведениями куда вывозят мариупольцев дальше если они все-таки не прошли фильтрацию буквально на днях стало известно что одних якобы сомнительных отправляют в тюрьму изоляция в донецке других 52 колонию села еленовка это село как и донецка в оккупации вот уже восемь лет изоляция это знаменитое место изначально это был завод потом художественный центр но где днр-овщина и где художественные центры поэтому в 2014 днр-овские бородки ненужных у центр превратили в собственное гетто секретный объект так называемого министерства госбезопасности так называемой днр там самопровозглашенные царьки хранят военную технику оружие дрессируют своих боевиков а еще все эти годы удерживают неугодных одни неугодны это люди с проукраинскими настроениями и не дай боже деяниями другие боевики забывшие свое место и кто их хозяин и к тем и к другим в секретной тюрьме применяются жесточайшие пытки от ударов электрошокером до изнасилований насилуют и мужчин и женщин так вот сейчас в эту изоляцию свозят военных полицейских руководителей госструктур мариуполя и что с ними делают тайна за семью печатями очевидно ничего хорошего потому что даже в еленовке мариупольцы переживают настоящий ад а туда свозят гораздо менее провинившихся перед оккупантами то есть и журналистов активистов бывших полицейских родственников военных есть факты выхода людей 36 дней люди выдержали вышли добрались той территории которую сейчас контролирует украина поэтому точно знаем что там происходит это настоящий концлагерь по-другому это не скажешь и 36 дней минимум над людьми издеваются они даже лежать там негде но набита до такой степени в туалет я извиняюсь один раз в день никаких прогулок там пятилитровая баклажка на 20-30 человек в сутки воды еда тоже очень условно пытки допросы издевательства в общем вот эта судьба тех кто не проходит фильтрацию а таких по нашим данным в районе в среднем можем говорить о 10 процентах от всех кто прошел через фильтрационное лагеря это не менее там четырех-пяти тысяч людей концентрационные фильтрационные лагеря это излюбленные методы издевательств главных диктаторов прошлого столетия ленина сталина и гитлера более того именно дедушка ленин стал идейным вдохновителем концлагерей нацистской германии эти два тоталитарных режим и эти два тоталитарных режима гитлеровский сталинский они в определенной мере учились друг у друга и то что именно ленин и большевики создали первые концлагеря на территории россии и уже после развала российской империи это было взято на вооружение нацистами гитлеровцами в своих фильтрационных лагерях гитлер выискивал людей не согласных с его нацистской идеологией гомосексуалов евреев и так далее сталин выискивал предателей среди силовиков военных интеллигенции а также тех кто так или иначе соприкасался с немцами например проверял на лояльность к нацистам тех кто пережил оккупацию или побывал в немецком плену не прошло и 100 лет как их лагерное безумие получило продолжение в 21 веке когда пол убирают роботы-пылесосы а илон маск планирует колонизацию марса бункерный фанат гитлера и сталина решил возродить фильтрационные и концентрационные лагеря а цель какая интересная проверить украинцев на любовь к украине путин как кгбист бывший он также очень хорошо разбирается в этом деле и наши правозащитники говорят что фильтрационные лагеря начали создаваться еще до начала нападения этого 24 февраля поэтому я хочу сказать что сейчас эти фильтрационные лагеря которые создаются в россии на территории лнр и днр или на захваченных территориях они имеют опыт свой определенный глубокий и там скажем специалисты тюремщики такие определенные которые всем этим занимаются вообще фильтрация так называемая это наверное одна из худших практик которая есть скажем так и допускается при таких войнах вот при агрессии как российская для чего вообще это предусмотрено это первую очередь предусмотрено для того чтобы ну скажем провести распознавание лояльного нелояльного населения к оккупанту до кокупационным властям лояльных к русскому миру оккупанты могут использовать например заставить на себя работать а вот судьба нелояльных это фильм ужаса в режиме реального времени как раз таки нелояльные сейчас заточены в колонии еленовки изоляции там происходят ужасные вещи но даже такая участь это не самое страшное что может произойти скажем с украинским военным или даже журналистом который попался в лапы российских карателей понадобного миллиона более миллиона миллион двести кажется граждан украины было вывезено на территорию российской федерации их высылают самые отдаленные районы там и на дальний восток в сибирь и на урал и это тоже очень скажем так преступление страшное которое совершает сейчас российская федерация против украины вижу факты и факты о том что этих людей могут просто убить над ними может быть физическая расправа устранение и и такие вот случаи у меня тоже потенциально возможно поэтому ну скажем так это очень негативно влияет на судьбы таких лиц то есть рассчитывать на какой-то гуманизм с российской стороны там точно не приходится эту девочку зовут мария вдовиченко ей 17 и несколько месяцев назад она наверняка и не знала что такое фильтрация а сейчас она сама о ней рассказывает и вряд ли когда-нибудь сможет забыть вместе с семьей девочка просто хотела выбраться из истерзанного русскими мариуполя выходить машину нельзя за нами постоянно следили наблюдали кто что делает и и как то есть что человек делает в повседневной жизни мы должны были это делать машина и это было очень сложно ужасно потекали ноги болела просто все тело так мы постояли полных два дня и две ночи в этой машине и я никогда не забуду разговор двух солдат тех днр что ты делал с ними которые не прошли фильтрацию застрелил 10 а дальше не считал не интерес фильтрацию заставили проходить саму марию и ее отца младшую сестру и мать не тронули как бы это ни звучало последнюю спасли проблемы со здоровьем у маши взяли отпечатки пальцев сделали копии документов проверили телефон ну и конечно же морально поиздевались над девочкой хотя могли физически разговоры об этом тоже были просто стали подкашиваться ноги когда тот солдат который лежал на трассе сказал мне нравится впереди будут еще женщины найдем что-то но все-таки они пришли к тому году что я им не нравлюсь и пришли меня отпустить а то что говорил им папа им не нравилось его начали толкать а потом чем-то тяжело ударили по голове и он говорил что не помнит что было дальше он помнился только на улице русские просто не выпускают украинцев с мариуполя предварительно над ними не поиздевавшись сейчас выехать из города практически невозможно а без этой унизительной фильтрации невозможно в принципе подобными ужасами российские палачи занимаются по всей временно оккупированной территории украины фильтрационные концлагеря есть и в херсонской и в запорожской области и даже в киевской они пытались устраивать свои дикие фашистские порядки в период оккупации на севере там начиная с гастомеля ирпень буча бородянка и дальше они ведь тоже проходили и они фактически делали такой подымовой обход искали кто проживает интересовались данные и так далее и так далее это может быть и не фильтрация классическом понимании но это тоже попытка установить про украинские настроенных лиц активистов для того чтобы и подальше либо на лишить свободы либо даже в некоторых случаях и фактически физически устранить пытать убивать унижать депортировать это то что делает россия это никакая не спецоперация это даже не война это попытка уничтожения украинского народа и кстати не первая попытка в истории а это одно из проявлений естественно одна из одно из проявлений геноцида это принудительная депортация это также разлучение детей и семей принудительное тоже что происходит и это конечно же лишение прав на скажем это нарушение прав человека достоинства и в некоторых случаях убийство мирных граждан это конечно же одно из проявлений геноцида да именно так украина понадусе главный украинский слоган в украинском гимне поется душу и тило мы положим за нашу свободу и это так и есть украинцы любят свою страну и всего лишь за это им могут выпустить пулю в голову или засадить в пыточную но как бы россия не старалась уничтожать эту нацию она всегда обламывала зубы и совсем скоро ее ждет окончательный нокаут